Инстаграм, это базар, этот человек, какое отношение он имеет к бизнесу, это меня просто убило. Зачем я продавала свой курс по Wildberries, нет смысла знакомиться с человеком, который вот здесь, а вы вот здесь. Люди бегут в швейный бизнес от того, что это модно, но все это было настолько нелепо, мы теряем деньги, потому что мы не хотим учиться, куда катится этот мир. Всем привет, вам очень понравилось мое прошлое разговорное видео, где я рассуждала на тему бизнеса и жизни, поэтому решила сделать для вас еще одно подобное видео. Сегодня мы поговорим про оффлайн-мероприятия, нужно ли их посещать и что нужно знать перед тем, как идти на подобное мероприятие, например, на бизнес-конференцию и так далее. Хочу вам рассказать, как я тут ходила на одно мероприятие. Позвали меня туда как блогера, в качестве рекламы, но называть имя не буду, потому что рекламировать такое мне бы не хотелось. Была бизнес-конференция, и я раньше ходила тоже на конференции, но я всегда выбирала по тематике Wildberries и тематике Marketplace, то есть узконаправленные. А здесь просто бизнес-клуб, который устраивает встречи на абсолютно разные, как сказать, темы, но, соответственно, все связано с бизнесом. Причем хочу сказать, что у них еще есть не только в Москве встречи, но и в Дубае. Почему я про это говорю? Потому что организация, как сказать, все было в красивом отеле, в центре Москвы, рядом с трехворной мануфактурой, внешне все было классно, но по факту я пришла к середине мероприятия, и первый спикер очень многое говорила о себе, и я в какой-то момент думала, блин, ну перебор, она просто продает себя вместо того, чтобы дать какую-то пользу. Польза была там, ну буквально тезисно представлена, какие-то прям банальности. Я думаю, ладно, хорошо, сразу придираться не буду, слушаем дальше. А дальше была минутка нетворкинга. Я вообще такой человек, знаете, интроверт, и я пришла туда просто как блогер, поэтому у меня не было цели с кем-то познакомиться. Я сначала такая решила залипнуть в телефоне и слиться с этой темы, но ко мне все равно стали подходить люди, знакомиться и, значит, рассказывать о себе. И здесь я немножечко выпала. Это будет один из первых выводов, то, что нужно понимать, зачем вы идете на такие мероприятия. У меня конкретной цели не было, я просто решила сходить посмотреть, вникнуть в эту тему. Там говорили, что будет, конечно же, они про все такие мероприятия говорят, что возможно там найти инвестора. Но, в общем, я решила просто пойти посмотреть. И поэтому, когда меня спрашивали, чем я занимаюсь, я заранее даже не отрепетировала, что говорить. Я просто говорю, я блогер. Я раньше занималась в Азбрес, но сейчас в Азбрес я не занимаюсь, и вообще вот просто я здесь как блогер. Но что мне говорили люди в ответ, это меня просто убило. Первый человек рассказал мне, что он, конечно, бизнесмен, но он строит баню. Еще он вообще банщик. И еще, ну сейчас не буду привирать, но какие-то там вообще потом дальше пошли очень странные вещи. Я ничего не имею против бани. Человек, строящий бани, может быть классным, но это показалось мне странноватым. Дальше ко мне подошла девушка, как же она сказала, энергопрактик. Если честно, я не знаю, что такое энергопрактик в деталях, но знаю, что некоторые мои друзья даже ходили к энергопрактикам. Но я прям супер далека от этой темы. И дальше она обменится со мной контактами, и она не только энергопрактик. Ее позвали туда как блогера, но еще она таролог. Здесь тоже у меня есть некоторые вопросы, типа, что этот человек, какое отношение он имеет к бизнесу? Понятно, что он продает свои услуги, но при чем здесь бизнес, не совсем понятно. И следующая женщина была коуч, если честно, я уже даже не помню в каком ключе, но она тоже попыталась мне себя продать. И в теории это правильно, но все это было настолько нелепо, что у меня было ощущение, что куда катится этот мир. Почему я веду? Так много людей, которые продают воздух, пустоту и бестолковщину, странное слово, ну в общем, что мы с вами не хотим учиться. Нам кажется, что мы все знаем, а это огромная, просто огромная ошибка, и из-за этого очень многие, к сожалению, у нас в стране, я считаю, строят бизнес непрофессионально. Мы теряем деньги, потому что мы не хотим учиться, и отчасти я считаю, что это вина вот таких вот инфобизнесменов, которые продают просто какую-то пыль. У меня был из-за этого большой синдром самозванца, но когда вот я год проводила курс по вайлбресс, сейчас он уже закрыт, все. Ни разу мне ни один человек не написал, что я продаю воздух, и я подумала, слава богу, потому что у меня был какой-то страх, мне казалось, что, блин, может быть, я ничего на самом деле не знаю, может, людям ничего не надо и так далее. Но это заблуждение, и маленький еще совет хочу дать на эту тему, прежде чем перейду к следующему выводу, это если у вас тоже возникает такое ощущение, что, например, там, инстаграм, это базар, что вам все время все продают, что вас это очень раздражает, что вокруг какие-то одни эксперты, коучи, чистите свои подписки. Реально, убирайте это нафиг. Я пришла к такому мнению, что я не люблю продавать в сторис в инстаграм, и я буду делать это по-другому. И вот следующее, что я хочу с вами обсудить, если вокруг такой базар, если вокруг все бизнесмены и так далее, инфобизнесмены, то зачем продавать вообще какие-то свои услуги? Ну вот зачем я продавала свой курс по вайлбресс, и зачем я хочу продавать что-то сейчас? А я буду что-то продавать в любом случае, плохие новости для вас, но шучу, конечно, неплохие. По поводу вайлбресс и вообще, то, что мне всегда очень хотелось делиться опытом, и я считаю, что это нормально, если я могу быть людям полезной, если люди задают мне вопросы, я не должна отвечать на них бесплатно, я вполне могу получать за свой опыт и за свой труд деньги. Это абсолютно нормально, если вы считаете иначе, то вы просто обесцениваете труд других людей, и вам это надо проработать. Но сейчас я решила поставить как бы бизнес на стоп, и да, как ты можешь продавать консультации по бренду одежды, если твой бизнес стоит на стопе? Друзья, тот, кто так думает, ему не нужна моя консультация, но действительно консультации по бренду одежды я оставила, в частном порядке я их даю, по той причине, что я общаюсь с людьми, которые запускают свои бренды, я вижу просто миллион ошибок, которые они допускают, и которые они могли бы не допустить, если бы просто один раз созвонились со мной. Почему? Потому что у меня профильное образование, во-первых, и профильное образование, это когда вы начинаете бренд, вы не думаете, да, что такое ГОСТ, и как выглядит производство изнутри и так далее. Я проходила практику на швейном производстве, я понимаю, что такое ГОСТ, у меня были преподаватели, которые написали книжки по технологии конструирования, которые до сих пор являются эталонными учебниками в этой сфере, и у меня немножко с другой стороны есть, да, это отчасти теоретический опыт, хотя практика на производстве это практический опыт. И дальше я запускала свой бренд, и мне вот там вменяют в комментариях, вот, вы там говорите, что у вас были продажи на 100 тысяч в месяц, вот, вы сначала сделаете продажи на 100 тысяч в месяц, запустив бренд там на 3 тысячи, а потом говорите мне, что я не имею права продавать свои консультации, что они никому не нужны. И, конечно же, я собираю обратную связь, и все благодарны мне за мои консультации, поэтому они были, они есть, и они будут, независимо от того, мой бренд находится в активной стадии или там в пассивной стадии, потому что я считаю своим долгом, даже маленькой миссией делиться, потому что люди бегут в швейный бизнес и в создание бренда одежды от того, что это модно, делают это абсолютно не по-умному, теряют деньги и даже не знают, кому можно задать вопрос, задать вопрос можно мне. Ладно, переходим к следующей теме. Блин, может быть, я потом буду ругаться на то, что я снимала против света, но сейчас мне кажется, что очень красиво картинка выглядит. И да, ссылка на мои консультации под этим видео. Если вам не нравится, что я продаю свои консультации и какие-то другие услуги, то, хотела сказать, не смотрите мои видео, нет, то для вас будет к следующему видео, я бы хотела рассказать об этом здесь, но я поняла, что я хочу вам еще рассказать мои выводы по поводу того, как все-таки сходить на оффлайн события, чтобы это было для вас полезно. Поэтому про блогинг, почему я продолжу продавать какие-то свои услуги и про обесценивание чужого труда, мы поговорим с вами в следующем видео. А сейчас давайте обсудим все-таки оффлайн мероприятия. Получается, если там вот такие непонятные какие-то люди тусуются, есть ли смысл ходить на оффлайн мероприятия по бизнесу? Да, но я считаю, что безумно важно определить, зачем вы туда идете, потому что я часто ходила вот так вот без цели. А я поняла, что в следующий раз я пойду, если мне либо очень сильно нравится спикер, то есть есть такие люди, которых я бы хотела послушать вживую. Не просто где-то на ютубчике, а вживую. Это первое. И второе, конечно, ради знакомств. Вот ради знакомств нужно идти с умом, потому что либо вы вообще не умеете знакомиться в оффлайне, или там не любите, как я, и хотите потренировать этот навык. Хорошо, можно пойти даже на какую-то там недорогую обычную бизнес-встречу или бизнес-завтрак, даже если вы не вынести для себя там супер что-то полезного, вы потренируетесь, знакомиться с людьми. Тогда да, можно идти, но даже при этом заранее, мне кажется, что вам стоит подумать о том, как вы будете представляться и какую пользу вы можете нести людям, с которыми вы будете знакомиться. Я сейчас не буду пересказать книжку по нетворкингу, я прочитала ее даже не полностью и давно, и думаю, что мне бы пора ее перечитать. Но я все больше понимаю со временем вот эту фразу о том, что нет смысла знакомиться с человеком, который вот здесь, а вы вот здесь. Потому что зачем ему с вами знакомиться? Но, может быть, вы обладаете каким-то очень классным навыком, и можете действительно быть вот этому человеку полезны. Тогда нужно этот навык выделить, и когда вы представляетесь, сразу сделать на нем акцент. То есть, когда вы знакомитесь с человеком, вот я это четко поняла, когда на конференции ко мне подходили люди, я там говорила, я блогер. Какой блогер? Я говорю, тревел-блогер. Понятно, что у людей возникает ступор, типа, что ты тут делаешь, если ты тревел-блогер, зачем ты сюда пришла? Это непонятно. То есть, нужно заранее, перед тем, как вы идете на такое мероприятие, подумать, как вы будете представляться, чтобы это было понятно и полезно в контексте мероприятия. Многие туда ходят, да, чтобы собирать контакты. Вот всякие вот эти коучи, энергопрактики и так далее, я уверена, находят там своих клиентов. То есть, вы можете делать это и в таком формате. Но, повторюсь еще раз, что идти просто так, не понимая зачем, я не рекомендую. Очень классно ходить на узкотематические мероприятия, да, то есть, например, если мероприятие для блогеров, то, конечно, вы знакомитесь с другими блогерами, это суперполезно. Но тематические мероприятия найти сложнее. Если вы идете там, продаете на Wildberries, идете на мероприятие по Wildberries, то это, в принципе, тоже окей, потому что, как правило, там бывает какая-то полезная информация, особенно, если вы новичок. Если вы не новичок, то я думаю, что нужно стараться искать мероприятие, на которое вход только определенным людям. То есть, например, если там у вас свой бизнес, у которого там оборот, например, там 300 тысяч рублей, то нужно идти на мероприятие, а не бывают так и заявлено, что приглашаем тех, у кого доход от 300 тысяч рублей. Но, повторюсь еще раз, что я бы не стала злоупотреблять этими мероприятиями. И иногда там можно завести классные знакомства, но большинство моих знакомств я заводила либо через Инстаграм, общаясь с людьми, либо через знакомых моих знакомых. Потому что, мне кажется, есть прям категория людей, которых шастает по этим мероприятиям, и это вообще главная цель их жизни. Они просто туда ходят и рассказывают, какие они молодцы, при том, что фактически они не работают толком. Не знаю, как это объяснить, но мне реально на этой мероприятии, на этой конференции было ощущение, типа, а какую вы несете пользу, что вы делаете? То есть, я понимаю, что кто-то про меня так думает, но для меня конкретная польза, то, что мои там travel-видео, то, что я мотивирую людей. Кстати, у меня некоторые друзья стали намного больше путешествовать. Буквально сегодня мне подруга написала, что она говорит, ты прям мотивируешь, мы вот стали сами ездить там без туров. И они приезжали ко мне в Таиланд, сейчас они поехали на Бали сами, вот, и еще хотят приехать ко мне в Грузию. Это, конечно, очень прикольно и интересно. И, ну, я считаю, что вот это вклад какой-то, который я несу реально. Люди, которые просто ходят, например, при этом знакомятся, рассказывают, что они строят баню, здесь у меня, конечно, есть вопросики. Понимаю, что немножко так токсично я высказываюсь в этом видео, но сейчас тезисно вам дам инструкцию мою, собственно, выработанную по поводу оффлайн-мероприятий, и я остальное расскажу в следующем видео. Значит, заранее определить, зачем вы туда идете. На какую тему мероприятия, что за люди на нем будут, чем вы можете быть полезны этим людям, и чем они могут быть полезны вам, именно в таком порядке. Потому что просто так подходить ко всем, кто вам полезен, ну, это такое попрошайничество, значит, получается, если вы ничего им дать не можете, то зачем вам к ним подходить. Еще такой инсайт. Действительно можно менять самопрезентацию под разные мероприятия. То есть раньше мне казалось, что, типа, если я, допустим, там, блогер по Wildberries, то я могу только так представляться. А потом я поняла, что, ну, это не проблема, что я веду и тревел-блог, и там могу быть поставщиком Wildberries, и там еще чем-то могу заниматься. Просто идя на конкретное мероприятие, нужно подумать, как именно для этого мероприятия вы будете представляться, и я считаю, что это, на самом деле, ну, абсолютно нормально. Поэтому подумайте об этом заранее, ну, и не злоупотребляйте этими мероприятиями серьезно. Много с кем говорила, очень часто даже вот эти бизнес-завтраки ведут люди, которые просто знакомы с теми, кто их организовал, но они не так уж хороши в бизнесе. То есть нужно очень сильно фильтровать. Вот в блогинге мероприятия и оффлайн-встречи какие-то имеют вообще другую специфику, я считаю, и вот про это я расскажу уже в следующем видео. Хочу сейчас вам больше рассказывать про блогинг, и к тому не переключайтесь, будет очень интересно, если вы эту тему любите, этой темой интересуетесь. Есть чат мой новый, он бесплатный. Я сначала хотела создать чат, просто рассказывать про блогинг, но потом я поняла, что блогинг это, ну, тоже предпринимательство, и все равно там очень много моих мыслей про бизнес в целом, поэтому подписывайтесь, увидимся в следующих видео. Пока-пока.